Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 4 ноября. Поехали! Сильные дожди вызвали хаос в городе Таиф административного округа Мекка на западе Саудовской Арабии. Во многих районах из-за непогоды наблюдались сбои в подаче электроэнергии. Ливень не утихал в течение 5 часов, вызвав наводнения. Дождевая вода затопила дороги и дома. Движение транспорта было парализовано. Многие водители оказались в ловушке в своих автомобилях в бурлящих потоках воды. По последней информации, три человека пропало без вести. Страна находится в крайне засушливой климатической зоне. Подобные погодные условия считаются аномальными для региона, хотя последние два года доказывают обратное. Власти Таифа объявили наивысший красный уровень метеоопасности. После сильных дождей с мокрым снегом, которые брушились на регион накануне, со сконом в сопок сошли потоки воды. В итоге городская дренажная система и не справилась. На улице Набережной в районе стадиона Спартак образовалась огромная лужа. Администрация Краевого центра была вынуждена ввести ограничения на проезд автомобилей по этому участку дороги. Горожане продолжают постить в соцсетях видеоролики, на которых запечатлен ночной потоп на набережной. Было повреждено несколько машин, люди передвигались по пояс в воде, некоторые улицы были перекрыты. После того, как ливневую канализацию почистили, движение было восстановлено. Штормовая погода с сильным ливнем обрушились на Ашдот, шестой по численности населения город в Израиле. В результате обильных осадков в городе произошли наводнения в разных районах. На улицах многие автомобили были затоплены. Пожарные и спасательные бригады также были вызваны в здание на улице Моапелим. На место происшествия были вызваны семь пожарных и спасательных бригад, а также водолазы и персонал специального спасательного подразделения. Ранее парамедики МДА оказали медицинскую помощь 50-летним мужчине и женщине, которых спасли из автомобиля, попавшим в водяную ловушку. Кроме того, был затоплен комплекс для испытаний и проб анализов на коронавирус, который был установлен возле пляжа Ораньем в городе. Также есть сообщение, что дождевая вода попала в торговый комплекс Лев Ашдот. На несколько часов в городе выпало 30 миллиметров осадков. В Ливане продолжаются проливные дожди, которые приводят к наводнениям. Некоторые улицы оказались затоплены. Больше всего наводнения коснулось низменных районов. В результате дождей обрушилось высотное здание. На место происшествия выдвинулись спасательные группы и группы для расчистки завалов. Пока нет сообщений, пострадал кто-нибудь или нет. И это не все события в Ливане. В ее столице Бейрутии был опять замечен водяной смерч. Ранее, неделю назад, там был отмечен водяной смерч, который вышел на сушу и привел к незначительным разрушениям. В данном случае, этот смерч на сушу не выходил. Беспрецедентные снежные и ледяные штормы на Аляске и северо-западе Канады сделали непроходилыми дороги, обесточили тысячи домов и вынудили закрыть школы и предприятия. Рекорды снегопадов были установлены по всему американскому штату Аляска. В международном аэропорту Джуна в воскресенье 1 ноября выпало 19,3 метров снега, в результате чего был побит предыдущий рекорд в 16,7 см снега для этого дня. Из-за непогоды возникли проблемы с подачей электроэнергии. В Фэбанксе температура 2 ноября снизилась до минус 22 градусов по Цельсию, что стало третьим рекордно низким показателем для этого дня за всю историю. Лишь в далеком 1907 году было зарегистрировано минус 33 и до минус 24 столбики термометров опускались в 92 и 75 годах. Национальная металлургическая служба США также зарегистрировала минус 25 градусов по Цельсию в Нордполе и Мэнхоу Спрингсе. На граничащей территории ЮКО на северо-западе Канады также прошли сильные снегопады, которые вынудили в понедельник закрыть некоторые дороги и главный аэропорт. Лишь в понедельник накопление снега в Уатерхорсе превысило 47 сантиметров, количество которое немного превышает ежедневные рекорды в ноября. От наводнений за последние дни пострадали департаменты Магдалена и Северный Сан-Тадер в Колумбии. Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий сообщило, что от природного бедствия пострадало 9,2 тысяч семей в семи муниципалитетах департамента Магдалена. Повреждены тысячи домов. Пострадавшим семьям раздали предметы первой необходимости. Сведений о жертвах или раненых не поступало. В результате интенсивных осадков вышли из берегов шесть рек. Колумбийский институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований предупредил, что прохождение урагана Эдта над Карибским морем, вероятно, вызовет сильные дожди в северных частях Колумбии. В Гималаях отмечено ускоренное таяние снега из-за оседания пыли. Человеческая деятельность стала причиной увеличения количества пыли, переносимой ветром. Новое исследование, публикованное в журнале Nature's Climate Change, сообщает, что гималайский снег и лед покрываются пылью и быстро тает, истощающая жизненно важные запасы пресной воды. В ученых Тихоокеанской национальной лаборатории провели дистанционное зондирование и компьютерное моделирование, чтобы оценить влияние пыли, поступающей из Африки и Азии на протяжении весеннего и летних сезонов. Эффект затемнения снега пылью снижает отражательную способность поверхности, заставляя снежный покров таять быстрее. Мощный градовый шторм обрушился на бразильский город Куритибо, что в штате Парана на юге страны. Очевидцы сообщают, что вечером, примерно после 17 часов вечера по местному времени, небо стало черным и в окрестностях столицы штата начался сильный дождь, переходящий в обильный, а местами и крупный, до 2-4 сантиметров в диаметре град. В некоторых районах города град покрывал землю сплошным слоем до 5 сантиметров толщиной. Напомню, что в Бразилии идет последний месяц весны, и некоторые жители Куритибо увидели такое белое покрывало впервые в жизни. Согласно предупреждению Национального Метеорологического Института Инмет, в этих регионах существует вероятность повторного упадения града с ветрами от 40 км в час до 60 км в час. Согласно отчету муниципалитета, от градового шторма пострадало 13 районов. Обновленная информация показывает, что в результате дождя были повреждены крыши 78 домов, которым требовалась экстренная доставка брезента. За сутки на земле произошло 244 землетрясения магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание, за поддержку канала и до завтра.